Добрый вечер Когда жизнь прошла в тревоге или в страхе, то понимая, что одно другое исключает, тогда не стоило жить. И когда понимаешь это, и если готов отдать все, чтобы все получить, и когда понимаешь этот факт, и ты готов, чтобы отдать все, чтобы получить все. Происходит такая вещь, и думаешь, ух ты! И тогда такая вещь случается, и это как, ух, какой прекрасный мир вокруг. Университет красивый. И сразу думаешь, так, я хочу, чтобы это было каждый день. И сразу думаешь, ой, я хочу, чтобы это было каждый день. Только бы не потерять это. И на этом все заканчивается, да? И это как это закончится, вообще. Давайте я сначала посмотрю, правильно ли я понял ваш вопрос. Как мне показалось, в какой-то момент, в какое-то мгновение, ваше чувство индивидуальности, обослобленности или эго, это все одно и то же, исчезло. И это не так, что все выглядит красиво. На самом деле, это ты ощущаешь красоту. Ты чувствуешь себя прекрасно. Когда ты чувствуешь себя прекрасно, тогда все выглядит прекрасно. Когда ты чувствуешь себя ужасно, тогда все выглядит соответственно. Даже если ты чувствуешь себя ужасно, твоя жена Анжелина Джоли, то даже она будет выглядеть безобразно. Эта красота, это и есть твоя истинная природа. Вы не можете заполучить это. Вы не можете потерять это. И это нельзя потерять. Она ниоткуда не приходит, и она никуда не уходит. Это истинная природа. Это истинная природа. Эта красота, это суть твоего существования. Эта красота и есть само существование. Но все еще остается память. О том, какой твоя жизнь была до этого. То есть все твои воспоминания о реакциях, об обусловленности, о моделях поведения. И вот эти вот страхи, и они начинают нашептывать, я хочу назад, обратно в неведение. И когда такое появляется, это уже знак, что неведение уже имеет место быть, оно уже вернулось, как бы. Это означает, что опять вернулось отождествление себя с телом. Тело пугается очень многих вещей. Actually, a body is afraid of many things. No, 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 no. No, 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 no. The body is slow down. We have to go slowly, okay? Давайте немножко притормозим. Нам нужно постепенно. The body is not afraid of anything. The body doesn't say anything. The body doesn't say I, doesn't speak nothing of that. The body doesn't say I. No. This body doesn't even know that it is there. So the body doesn't say I, doesn't say I like it, I don't like it. То есть тело не может говорить я, оно не может заявлять мне нравится, мне не нравится. The mind doesn't say I like it, I don't like it. Ум не может говорить мне нравится, мне не нравится. I like it, I don't like it. Itself is mind. Вот это мне нравится или мне не нравится, это и есть ум. And you call it mind, or ego, or whatever, as long it means body, I am the body, I means body, I means identity with the body. И когда говорится ум, подразумевается тот случай, когда под этим я имеется в виду я это тело. То есть когда есть отождествление себя с телом. You are saints. Это ты все это говоришь. You, who? That is the paramount question. И самый главный вопрос, ты кто? Who is the answer? Кто все это говорит? And we always forget this question. А мы всегда забываем задать этот вопрос. This is the only thing that you really need to know. А это на самом деле единственное, что стоит знать. Once you have been given this advice of see who is the seer, see who is the thinker, see who is the experiencer. Как только тебе однажды дали этот совет, а ты смотри кто смотрит, посмотри кто мыслит, кто испытывает. You can forget everything. После этого можно выбросить все. You can take all your spiritual books away now. То есть взять и выбросить все свои духовные книги. You can say thank you. Можно их поблагодарить. You fulfill a particular purpose. You are not needed anymore and you move forward, so to speak. Спасибо вам. Вы послужили в какое-то время и это все было хорошо, полезно, но теперь все закончено. If you see who is the questioner, who is the experiencer. Если ты посмотришь, а кто задает вопрос, а кто все ощущает, thought disappears. Тогда мысли исчезают. And then you are not thinking about experiences as being good, bad, right, wrong. Not even pleasant or unpleasant. They are just experienced exactly as they are. И тогда ты уже не думаешь об опытах, о переживаниях, какие они. Хорошие, плохие, правильные, неправильные, нравственные, безнравственные. Все переживается и воспринимается совершенно таким, какой оно есть. And whatever is experience, is experience in peace. И что бы ни испытывалось, оно испытывается, переживается спокойно. Даже боль может переживаться спокойно. Ты можешь испытывать боль, но при этом ощущать радость, счастье. I find myself saying sometimes, oh my God, this aches. It just aches. You can use words, you see, thoughts to describe perhaps a fact. It aches. But it finishes there. It finishes there. Or you can say, oh wow, this is very tasty. Oh, that's pleasant. Oh, thank you. Why not? But there is peace behind all that. There is peace. There is peace. To ощущение, когда мир прекрасен. Оно возвращается. And what about that sensation when the world is beautiful? Does it come back? Yes. Yes. Actually, you don't perceive the world anymore. What do I mean? It's not perceived as separate from you. There is no longer you and the world. Уже нету такого ты и мир. The world is what you experience. This body is the world. Мир — это все, что ты переживаешь, включая это тело. To experience the body is to experience the world. И ощущать тело — это значит ощущать мир. To experience this body is to experience the universe. Ощущать это тело означает переживать мир. А, значит, то ощущение — это ощущение переходного момента. So that sensation when everything, when the world looked beautiful, it was a transition moment. No, 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 no. It's okay. Нет. It doesn't matter if it was transition or not, is it? Этот момент, но не важно, чем он был на самом деле, переходным моментом или нет. What I'm saying is that whatever you experience is not perceived as separate from yourself. That's what I'm trying to say. Remember, it's not the world that is beautiful. И помнишь, что это не мир красивый. You bring that in. Это ты вот красоту привносишь в мир. You bring this beauty into the world. Это ты привносишь это прекрасное ощущение в мир. You bring peace in the world. You bring love in the world. Joy in the world. Happiness in the world. Это именно ты привносишь радость, покой, счастье, красоту в мир. Previously, it's like everything shifts completely, like 180 degree tone. И все меняется. Это как будто бы все развернулось на 180 градусов. Все равно откуда смотреть, хочется ощущение вернуть. It doesn't matter from which side to look. I just want to get back sensations. Which sensation? No, you are attached to a particular experience. Дело в том, что сейчас появилась привязанность к какому-то определенному классному опыту. And you want that to happen again. Truth was a bit there. Yes, it's difficult to forget about that experience. Forget it because it's gone. Remember that I say that there are some kind of obstacles or trap before awakening? After awakening? Remember that I said that even awakening can be or it can be, it can become a trap. И если вы помните, так же я говорил, что само пробуждение может стать ловушкой. So you want another experience. Вам хочется еще какого-то переживания, опыта. That means you want to run away from this present experience. А это значит, что вы хотите уйти, убежать от настоящего момента, от того, что испытывается сейчас. And this present experience, exactly as it is, is completely and absolutely perfect. Но вот это настоящее переживание, всего, что есть, таким, какое оно есть, оно совершенно, оно прекрасно, таким, какое оно есть. I'm using words. Perfect, imperfect, but I guess you understand what I'm trying to say. I hope. I hope. And this is a mental projection. I want to project in the future an experience from the past. I want to be more enlightened. I want to go deeper. That's a thought. Нет, хватило бы того же, что было. It would be enough, at least, to experience that sensation that I already had. That sensation of beauty. No, this is the only sensation that you can experience. This one. That's it. This is the only thing that you can possibly experience. The body is the only thing that you can possibly experience. And thoughts. Or energy. Или там энергии. Or light. Или свет. See? Form is the only thing that you can possibly experience. It doesn't matter if it is gross form, subtle form, hyper subtle form. Forma, любая форма, это единственное, что ты можешь испытывать, чувствовать, переживать. Неважно, это грубая форма, или энергетическая форма, или тонкая форма, или супер-пупер тонкая форма. Yeah. Но вот то, что все переживает, то, что чувствует, ощущает формы, это нельзя почувствовать. Потому что это не есть опыт, это не есть переживание. Оно только переживает. Сейчас мне нравится это называть так. Невидимое проживание. Невидимое переживание. И оно не может воспринимать даже само себя. Переживание, они сменяют друг друга, потому что такова их природа. Такова природа формы. Перетерпевать изменения. Плесня, боль. Весна. Весна, лето, осень. Все меняется. Потому что все обречено на изменения. Но вот что-то происходит. Случается какой-то опыт. И появляется, хочу это задержать. Это и есть привязанность. И тогда тебе хочется убедиться, что ты делаешь. И тогда тебе хочется убедиться, что ты делаешь. Что оно так и будет. И вот тогда возникает напряжение. А напряжение — это страдание. Потому что напряжение — это вот это ментальное, мысленное напряжение. Опять что-то получить. Или опять от чего-то избавиться. Хочу, чтобы это опять произошло. А вот это я не хочу, чтобы вообще никогда не случалось. Но так не бывает. Поэтому нужно следить внимательно за вот этим я. Не упускать из виду. То есть нужно замечать вот это я, имеется в виду личное я. Как только оно появляется. Как только ты его замечаешь. Оно исчезает. Только так, да? Это единственный способ, который я знаю. Или ты берешь и смиряешься полностью, сдаешься. То есть смиряешься с данным моментом, таким, какой он есть. Не пытайся его изменить. Не пытайся о нем размышлять. Не пытайся убежать из настоящего. Просто воспринимаешь данный момент таким, какой он есть. Смириться или обычно говорят предаться, это так же значит без усилий. То есть лучше сказать без напряжения. Это не означает, что не будет происходить действие. То есть вот сейчас я не напрягаюсь, когда вот эта штука там двигается. Она просто двигается легко. Вот это вот смирение, оно происходит легко. И вот, допустим, у меня нога двигается, а это правильно, неправильно, я не знаю. Правильное, неправильное, я не знаю. О, мой Бог, я же просветленный. Что за поведение? Понимаешь? То, что происходит, оно не определяет тебя. There may be a mistake. Excuse me? There may be a mistake. There may be an accident. Могут происходить какие-то ошибки, какие-то случайности. That doesn't make you lower, inferior, less intelligent, less awakened, et cetera, et cetera, et cetera. Но это не делает тебя более низшим. Это не делает тебя менее просветленным. Это не означает, что ты хуже, если ты ошибся. Конечно, был один очень великий мудрец. Его знали под именем Романа Махарши. И там однажды одна собака гонялась за белкой. И Романа Махарши попытался спасти эту белку от того, чтобы ее догнала собака. И в какой-то момент Романа бросил свою палку для ходьбы в эту собаку. Он выбросил палку, но при этом сам упал. И поломал ключицу. О, как же так могло произойти, я же просветленный. Он сделал ошибку. Что-то не так я сделал. Видишь? Понимаешь, о чем я? Понимаешь, что я пытаюсь сказать? Невозможно ничего предсказать. А зачем тебе вообще предсказывать? Зачем тебе знать наперед? Понимаешь, что я пытаюсь сказать? Если возможно испытывать какое-то ощущение, это привычка. Если ты что-то испытал, значит, это можно повторить. Ничего страшного. Проблема не в том, что ты хочешь. Проблема начинается, когда ты не получаешь то, чего ты хочешь. Ты можешь желать всего, чего угодно. А вопрос, а ты можешь это заиметь? Можешь ли ты это заполучить? Хочешь повторить опыт? Пожалуйста, вперед, пробуй. Может быть, получится, а может быть, нет. И независимо от результата твоей попытки повторить, оставайся довольным. В конечном счете нужно быть готовым к смерти, иначе будешь цепляться. В конце концов, это означает, что один должен быть готовым к смерти, потому что, otherwise, он будет оттечиваться все время. Нет, вы видите, я говорю за 20 минут. Я уже 20 минут разговариваю. И еще непонятно. Ты не можешь умереть. Невозможно умереть. Даже родиться невозможно. Единственное, что можно, существовать. И существование означает постоянное, непрерывное, верное. Вечное, существование, которое не появляется, не исчезает, не умирает, не рождается. Почему бы вам прямо сейчас не забыть обо всем? Забудьте обо всем. И вот вам ваш покой. Если нет покоя, нет счастья. Нет любви. Но самое первое. Первое, что требуется, реализировано, чтобы быть present. Пусть, пусть, пусть. Это осознать этот покой. Осознать, что вот он есть, здесь и сейчас. А все остальное само по себе появится. Спасибо. Пусть. Да, окей. Здесь есть что-то, что вы забыли. И просто, на самом деле, человек просто хочет испытать самую химическую реакцию. О, Господи. You guys are addicted to experiences. Ребята, вы, конечно, любите всякие опыты. Человек, я так понимаю, испытал химическую реакцию в теле. As far as I understood, the man, he just experienced some kind of chemical reaction in his body. I don't know. Я не знаю. I can't say. Не могу сказать. I'm not going to analyze him now. I suppose it was like that. No, no, no. Don't suppose. Не нужно предполагать. I don't know. I want to be very clear about something. See, this body is here for you to listen a simple truth. Analysis. Comparison. That doesn't happen here. Simply because it doesn't bring peace. It doesn't do anything. It doesn't help you at all. And this is a tendency also. See, a habit. This body is an object. And then you grab an object. Mentally, of course. And then you think about it. Analyze it. You try to understand. And try to figure out something. And then you get lost in your own head. И ты начинаешь размышлять по поводу этого объекта. Анализируешь, сравниваешь, рассуждаешь. И все это. Ты теряешься сам в своих собственных мыслях. And then you must interrupt this thought. Вот нужно прерывать этот поток мыслей. Until this habit goes away. То есть, такой возникающий поток мыслей по поводу объекта нужно прерывать до тех пор, пока эта привычка вообще не улетучится. До тех пор, пока на самом деле все привычки не уйдут. До полного спокойствия. Till the ultimate peace. Till the full peace. Yes. Получается то же самое, как бросить курить. Я покурил, тело испытало реакцию. Я хочу покурить, иду в магазин, покупаю сигарету, испытываю опять же эту реакцию. Человек испытал некую вспышку пробуждения. У него есть реакция. Для него мир весь в красках. То есть, он мощный, в тысячу раз его сенсорика увеличивается и так далее. Он испытывает некое чувство блаженства. Вот. Он отходит от этого через некоторое время. Так? Да. Он отходит от этого и потом хочет испытать то же самое. То есть, он покурил, отпустило, еще раз хочет покурить. То есть, вот и люди за этим, понимаете, гонятся. На ментальном уровне ты понимаешь, что это ловушка. на ментальном уровне это ловушка, да, вы сказали? последнее. Нет. Ну вот, смотрите, человек... He just made it. человек курит, да? Сигареток. Он хочет покурить еще раз. Это ловушка мысленная, правильно? So, the question in if a person smokes, so he smoked once and then he wants to smoke one more time, is it a trap? No, it's a habit. Это привычка. If you want to smoke, smoke. If you don't want to get a cancer, then by all means. If you are not concerned about how it's going to be the outcome of your behavior, by all means, do as you, please. That is awakening. See? If you were self-realized these questions will not arise. You are free to do as you, please. Is your body, your mind, your life? Is it some kind of ego which runs after something, which looking for something? No, sir. Ego means I am separate. Нет, смотри. Ego это значит я обособлен. I have separate existence. Я обладаю отдельным существованием. Вот я. Вот это эго. this is based upon identity with the body. see, I am this body. Вот так. I am an individual. See? I am a separate entity. I am separate from you. I am different from you. And then you can go to a dysfunctional state of mind and I am higher than you. I am lower than you. I am more enlightened than you. You are enlightened. Me too. But I am more enlightened than you. See, all this I don't know, I don't know, it's a slow down. I don't know, if you understand, as you can see, that all that are just thoughts. Mental activity, identified mental activity. See? Based upon the belief that you are this body. То есть, я не знаю, можешь ли ты заметить, что я имею в виду, что все, что я перечислил, это все мысли. Это мысленная деятельность, с которой произошло отождествление. И вся эта такая мысленная деятельность, она рождается из думания, что я это тело. See, you want me to listen to what you have to say. Тебе сейчас хочется, чтобы я выслушал тебя. But I'm not sure if you want to listen to what I have to say. Но при этом я не совсем уверен, что тебе хочется выслушать меня. If you really listen to what is spoken, если ты действительно по-настоящему слушаешь то, что здесь говорится, если the advice that has been given is implemented, all that goes away from your head. And peace is just there. Ready to be experienced, so to speak, experienced. None of these intellectual matters will take you anywhere. None of that can take you anywhere. there is no peace in thought, there is no peace in knowledge, there is no peace in experiences, there is no peace anywhere. because no peace can't find in thoughts, no peace can't find in any experience, in any experience, in any So, То есть именно на это, в тот раз, когда вы приезжали за своим вторым опытом, то есть, ну, как бы я слышал, что у вас был первый опыт пробуждения. Вы семь лет за этим гонялись, приехали в Индию. И некий учитель вам подсказал именно на то, что вы сейчас указываете людям, правильно? Я понимаю. А что вы имеете в виду под второй опыт? Ну, у него была вспышка пробуждения. То есть он начал это искать, то есть истину, да, просветление начал искать за этим бегом. А второй опыт был сознательный, ему кто-то указал, и он сейчас указывает на то же, да? Да, то есть... So, what you are saying now, do you mean the same thing, which happened with you during your... You were describing your awakening, so you had the first glimpse, it was just by itself, and then your second glimpse, you got actually a little bit guided by somebody. So, now what you do, you point, you are pointed to the same thing, which you was pointed by that person. Same thing. My words, whatever I say here, in reality, means absolutely nothing. Все, что я здесь говорю, на самом деле вообще ничего не значит. They are just pointing to something. Слова, они просто указывают на что-то. It points to the one that points. Они указывают на того, кто указывает. Все понятно, спасибо. Who are you? That's the question. А вопрос в том, кто ты. И это, по сути, даже не вопрос. If I tell you, for example, например, если я тебе сейчас скажу, or if I ask you, you're looking at me, the attention is here. Is it? If I ask you, who is that girl there? Ah, your attention goes there. You see? You see there. See what you call, I see what you call yourself. Я смотрю на Цезарь, я смотрю туда. Сейчас посмотри на вот это вот я, кто смотрит. Посмотри на то, что ты называешь собою. И мысли раз, и исчезнут. И вот покой. Понятно, просто я хотел указать на то, что вот это тело. My question is, are you willing to do so? И теперь мой следующий вопрос. Ты хочешь это сделать? Or you're going to come with another question about another subject? Because if that is what is going to happen, then I have to give up. See, outside of this hole and this time frame, we can talk about whatever you want. We can talk nonsense as much as we want. Ты знаешь, когда мы не в этом зале, не в такое время, мы можем говорить о всякой разной ерунде, сколько нам заблагорассудится. But as long as we are in this time frame, this is what we are dealing with here. Но когда мы вот в это время и собрались в принципе для этого, то как бы стоит иметь дело именно с этим. It's like you are an architect and I am a lawyer. Допустим, ты архитектор, а я юрист. And then you come to my office и ты приходишь ко мне на работу поговорить о футболе. We can talk about that at home, elsewhere, in any other time, no problem. В какое-то другое время, где-то там дома или еще где-то можем поговорить о футболе. Otherwise, these two hours is going to be a complete wait for you. Но иначе для самого тебя эти два часа пройдут совершенно напрасно, впустую. This is it. As soon as you have been giving advice, you go for it, finishes. Как только тебе дается совет, рекомендация, сразу бери и делай. If I go to a yoga teacher, and the yoga teacher says, no, you have to do it like this. I say, don't you think if I do it like this, it can produce the same effect. А я ему говорю, а может быть, если я в другую, будет такое же или нет. Do you mean they have to do it like that? That means you are not even listening. Everything is clear, I understood. No, this is a self-defense mechanism. No, really. Is it? Then that's okay. There is no me. There is nobody here to experience. Even if there will be reaction in that body. That's a very sweet talk. If that was true, you wouldn't be here. That's so simple. If there is peace, if everything is okay, the question about this or that, enlightenment, none of that will come into existence. your thinking will be only practical. All this existentialistic thinking, existential, I don't know in English, if somebody can correct me, existential thinking will not be there. You see? have its strength. All that will not be there. I'm telling you. How do I know that I am self-realized? Somebody asked to a sage. who asked to a sage. Who asked to a sage. How do I know that I am self-realized? And he replied, because the question will not arise. He replied, well, it will not arise. It's so simple. Thank you. Okay. Thank you. All right. Thank you. 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 I can't even say that you said, that you said, that you would have asked, that you would have explained. You would have explained. But, you know, that you have all been clear. But, that you have many years. And, you have to do this. And, you have to do this. Как это сделать все-таки? Я именно за этим пришла. Исчезнуть. Очень аккуратно, осторожно воспринимайте то, что вы читаете в книжках и даже мои слова. Когда я говорю, «Тебя нет», когда я говорю, «Ты должен исчезнуть», когда я говорю, «Нет этого я, нет меня», под «я», тогда подразумевается ум. И когда говорится, «Нет меня», то есть «нет ума», имеется в виду то, что у этого нет отдельного обособленного существования. Допустим, мы на пляже. А ты мне говоришь, «Цезарь, посмотри на волны». А я тебе буду говорить, «Какие волны? Нету никаких волны». А ты будешь говорить, «Да вот же они, волны». А я буду не вижу волны, никаких. Я буду говорить, «А я, единственное, что я вижу, это вода». Есть волны или нет? То есть движение определенной конкретной формы действительно происходит. А вопрос в следующем, «Волна, она отдельно от океана?» Или ты мне скажешь, «Цезарь, вот стакан». А я скажу, «Да нет, здесь стакана». Давайте не стакан, а чашка называем. И я скажу, «Я не вижу чашку, вот есть только стекло». Потому что и форма, и то, из чего сделана эта форма, это одно и то же. То есть мне не нужно вообще обращать внимание ни на какие мысли. So I don't need to pay any attention to any kind of thoughts. I shouldn't pay attention to my thoughts. You cannot not pay attention to your thoughts. That's impossible. That's denial. Это было бы каким-то отречением сказать, что я вообще не обращаю внимания на мысли. Нельзя не обращать внимания на мысли. Ну, одновременно быть в этом покое, который… В общем, как мне в этот источник сначала попасть, чтобы потом из него видеть все, как действительно океаном. Как попасть в источник? Понаблюдай, откуда появляются мысли. Проследи, откуда. Прямо сейчас. I'm not concerned about you finding any answer. I'm just concerned about the possibility of your thoughts to disappear. Мне сейчас не интересен тот факт, что ты там найдешь какой-то ответ. Мне интересно, а пропадут ли твои мысли, а становятся ли они. Вот сейчас, когда ты пытаешься нащупать свои мысли, свой ум, что происходит с мыслями? Ну да, они исчезают. They disappear. Правильно. I am Caesar is a thought. Я – Цезарь. Вот это мысль. Где эта мысль? Где Цезарь? Где Цезарь? Есть ли мысль? Есть ли Цезарь? Цезарь is not there, you see? Нету Цезаря. Ты свободна от мыслей. Но при этом есть осознавание. Ты все так же существуешь. Ты существуешь. И осознаешь. Тогда кто ты? Существование. Which is identical with consciousness. То есть сознание. Есть покой или нет? Да. There is peace. Exactly. Вот. Existence. Consciousness. Peace. They are not three. Three different things for the same how to call it? For the same thing. Three different names for the same thing. Three different names for the same thing. This piece is sad that I feel like I am glued to the chair but it's not funny. I'm not laughing. That's okay. Ничего страшного. You wait and see. Поживешь, увидишь. Be careful. When I say what I mean by thoughts actually are ideas. И так же аккуратно когда я говорю мысли в общем я имею ввиду идеи, представления. Concepts. Not thoughts of discrimination for practical purposes in daily life. Я не имею ввиду мысли, которые позволяют практически различать в повседневной жизни что-то делать или что-то не делать. Остаются практические мысли как инструмент развлечения. Как мне это же действовать? Как мне это же действовать? How to not get identified. Ага. Same thing. Точно так же. That's the only advice that is worth giving. Это единственный совет который стоит давать. Когда мысль исчезает нет этого идеи этой идеи понимания что я это тело. Нет этаж действия соединения себя с телом. Тело есть. Спасибо. Спасибо. Wait for two minutes. Посидите еще немножечко, минутки-две. Когда мысли исчезают когда мысли исчезают drop it drop it you cannot go deeper than that further than that that's it когда мысли исчезают на этом все расслабься дальше некуда идти That's all very smiling Now you are laughing Now you are happy Despite of life circumstances Despite of the conditions We forget all that And I am here only to remind you this that's all Can't give you anything How can I give you what is already there Как я могу дать что-то что уже есть Итак And just remind you to remove what is covering it Все, что я делаю это напоминаю отодвинь то что скрывает это Ideas All ideas depend upon one idea I am I am the body All your suffering depends upon the idea that experiences will bring you give you peace That experiences gives you peace из-за представления о том что покой придет только тогда когда я что-то получу произойдет какой-то опыт Объект gives you peace Как будто бы объекты могут дать тебе покой Почему так думается Because you think you are the body That's all Otherwise we go into psychology or all that stuff It doesn't help For a psychologist I am completely dysfunctional and sick С точки зрения психиатра я допустим вообще абсолютно нездоров Согласно психиатрии просветление это какое-то заболевание Они называют это деперсонализация Может быть я ошибаюсь но вроде так называют Потому что невозможно поверить что личность может быть без личности что характер может существовать сам по себе без личности Я всегда рад повториться максимум максимум два раза каждому человеку но это не знаю если вы не понимаете вы не понимаете вы не понимаете не поймете не имею ввиду вас но придете еще раз еще раз может быть другой раз я не буду злиться или сердиться что просветление не происходит потому что ты не понимаешь ты не практикуешь ты не понимаешь не поймешь не возьмешь и не сделаешь это очень просто поэтому не усложняйте это я знаю очень многих учителей которые осознали сами себя с помощью этого метода самоисследования и сейчас все их речи звучат как будто бы речи психиатра или психолога и они дают всякие объяснения за объяснениями а это не помогает и после вас цезарь сказал что мы ответим на вопросы которые здесь на бумажках и был еще один вопрос со вчера я что сказал я я использую свой ум но я использую ради практических целей ничего страшного в таком здраво 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 Ты неоднократно повторяешь, что покой — это наша истинная природа. Ты говоришь много раз, что путь — это наша настоящая природа. Да. Можно я повторить это еще раз? Мне еще раз сказать? Ну, этот тезис, надеюсь, я понял, это аксиома. Ну, это я понял, что на теоретическом уровне я понял, что... I got it on the theoretical level. Right. Прекрасно. Как... Помоги, как это пережить в реальности, то есть на своем опыте. А? Look, what you're doing. Yes. How to experience peace? How to experience peace? Could you help me to experience peace? Yeah, of course. In reality. Да, конечно. In reality. In reality. Look for the one that wants to experience peace. Поищи того, кто хочет испытать покой. Are you there, right? If you need to ask the question, ask the question to yourself. So, смотри, пусть это произойдет вот так, как тебе легче. Сам смотри. То есть, может быть, нужно именно задать вопрос словами. And peace is exactly at the end of the question. И этот самый покой, он стоит в самом конце этого вопроса. Какого вопроса? Which question? Who wants peace? Вопрос. Кто хочет испытать покой? I want peace. Я хочу покоя. Who is this I? Что это за я? No idea equals peace. No concept equals peace. That's all. Нет идей, вот и покой. Нет концепции, вот и покой. Точка. Да, можно сказать, какой-то ступор. То есть, нету никаких идей, нету никаких мыслей, но покоя тоже нет. Это, наверное, не так. Это, наверное, не так. сейчас, нет идеи, нет концов, но все равно нет письма. Нет, это не может быть. Это не может быть. Это не может быть. Поехали, поехали, поехали. Окей, давайте называем это тишина. Есть тишина? На какие-то короткие периоды. Окей, тишина, покой — это одно и то же. И вот эта тишина, покой — это не так, что она проявляется на короткие периоды. Дело в том, что она снова закрывается, скрывается мыслями. И как только это происходит, как только покой скрывается мыслями, ты должен исследовать опять, потом опять, опять и опять. и именно это очищает ум от идей. Это все. и это не практика. И это не практика. Когда так происходит, не возникает напряжение. Это наоборот, напряжение прекращается. It ceases your desires, your expectations, your mental projections. все твои ожидания, ментальные проекции, желания, они прекращаются. Они затихают. And leave you experiencing what is happening in this moment in absolute silence, absolute peace. This is it. This is awakening, enlightenment, realization, mukti, moksha, liberation, call it however you like. There are so many neo-advaita teachers completely stuck in words. Oh, this is also an idea. This is, oh my God. They're completely stuck in words. They're in conflict with words and they use words to express that conflict. So, am I right? Did I understand you right? That every time when any thought comes, the only option to seduce it, to reduce it is to ask a question. Какой вопрос? Yeah. Чья это мысль? Whose thought is this? That's all. Да, это все. А если этих мыслей бесконечное количество и там нету... But if these thoughts are endless... and you do it again... Опять... задайте вопрос. Until all thoughts, again, all concepts, ideas, belief disappears. до тех пор, пока все мысли, то есть, идеи, убеждения, представления, концепции не перестанут возникать. What is the belief? Что такое убеждение? That when I get this, that... это когда... я считаю, что когда я что-то заполучу... understand this or that... или что-то пойму... I will be in peace. Я успокоюсь. Мне будет хорошо. That peace depends upon experiences. That's an idea. What is the root of that idea? I am the body. That's all. When you are capable to do this by yourself, our relationship finishes. See? You use this tool, then you can put it down. and you can forget about Caesar also. You use Caesar for as long as you need it, then you leave him alone. Then you leave him alone. You have a question. Можно вопрос, да, еще? Связанный с этим. I have a question. Но если все-таки... Я хочу уточнить, если все-таки мыслей бесконечное количество, они идут одна за другой, то получается придется задавать этот вопрос, практиковать, скажем так, этот вопрос. Надо по-честному сказать, что это практика все-таки. задавать этот вопрос просто беспрерывно, то есть подряд. Кто я, кто я, кто я? If the stream of thought is endless, it means that this question must be asked all the time, endlessly, and you don't say, you didn't say it's a practice, still it looks like a practice. Does it really mean that I have to make this question all the time? even before you the mere intention to see from where the mind is coming from make the mind disappear to stop. the moment will come that before even you raise the question or try to see the mind is not there. And at some point it goes on automatically. When it goes on automatically, it's called realization. и когда это происходит само по себе это и есть самореализация when any idea concept belief is destroyed there and then in its very place of origin without the slightest effort or intention it's called self-realization Романа Махарши said end of the quote когда любое намерение любая идея любая концепция замечается сразу как только она возникла это и есть самореализация допустим Романа Махарши это и есть растождествление с мыслями и с эмоциями и с телом this is what is called disintegration with thoughts with emotions with the body just do it just do it don't otherwise it's called self-realization this identification или разотождествление называй как нравится какая разница как называть какая разница как называть сделай и все хорошо спасибо будем воплощать в жизнь can you give me a chance to answer this question you can come on wait on the chair if you want there was two questions from yesterday the first one is mind is a thought what is the thought then I am the body that's an idea isn't it isn't it that's the meaning of thought in this context thought means I am the body some people call it the I thought I concept I am the body I am the body some people call it ignorance some people call it maya some people call it illusion this is what I am trying to say do not get stuck in words if I say oh this is water then you say no sister you are completely wrong this is H2O H2O no this is water no this is this is means the same this is a glass I say no that's a container we are talking about the same thing we are pointing to the same fact we are just using different names I say this is water I say this is water they are no 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 it is water different does it make if you don't try to understand the words the words will carry you there and I say keep it like that next question don't spoil it with any question or any doubt the second question from yesterday is what is the difference between awareness and self-realization awareness means the capacity to experience awareness means the capacity to experience то есть приживание даже я в английском с этими терминами немножко запутался что такое сознание что такое осознание осознавание и так далее но грубо говоря это все одно и то же речь идет о воспринимании переживании замечании когда ты отдаешь себе отчет видишь даже если ты ничего не видишь но все равно есть восприятие что ничего нет все равно есть осознавание что есть ничего или можно сказать есть осознание что ничего нет то есть неважно осознавание осознание или осознание to recognize excuse me to recognize self-realization yes means что значит самореализация это означает постичь осознать что осознавание и то что осознается является одним целым есть стакан с водой не надо что говорить that means that imagine that this is awareness представьте что стекло это сознание или осознавание и вот это you mean water see the container и есть некие переживания и they contained то есть содержимое и то что то в чем все это содержится и сам этот процесс содержания это одно тоже одно целое that experiences are contained within the experience that what happens is within the one that recognizes it that is self-realization the recognition realization of this fact of this truth осознание этого факта то есть самореализация это всего лишь понимание или осознание этого факта что то что содержимое и то и то в чем все это содержится это одно целое да да Добавил субтитры Алексею Дубровскому Правил нет. Сознание всем правит. Сознание управляет телом как куклами. Здесь Цезарь ответил, что нет никаких правил, сознание всем правит. Сам вопрос, есть ли правила игры, то, что говорят пророки Моисея, Иисуса и Баба? Правил нет. С этой точки понимания нет никаких правил. Что сознание будет контролировать, управлять само собою. Как у сознания может быть мания контроля самого себя. Управляющий, неужели он отдельно от того, чем он управляет? Так что есть ли кто-то, кто будет чем-то управлять? Есть ли кто-то, кто может что-то контролировать? Для этого необходимо двое. А что, есть эти двое? Есть ли один? Вот что мой вопрос. К примеру, некоторые правила, они необходимы из практических соображений. Допустим, светофор, все эти правила дорожного движения. То есть, когда свет красный, ты останавливаешься. Ты смотришь по сторонам, чтобы посмотреть, не для кого-то, кто хочет все-таки проехать. И в Англии правила таковы, что ведут по левой стороне, а в других странах по-другому. Представьте, что сейчас три часа утра. И вы в Англии. Нигде машин нет. Неужели ты так будешь фанатично соблюдать, чтобы вот обязательно по этой полосе ехать? Или ты себе там туда-сюда. Три часа утра. Нигде машин нет. И ты приближаешься к светофору. И он красный. Что тебе нужно останавливаться? Это правило. Применимо ли оно в данном случае? Нет. Ты посмотришь, что да, свет красный, но машин нету, пешеходов нету. И ты подумаешь, зачем мне вообще останавливаться? И поедешь дальше. А если полиция остановила тебя, все, чего они хотят, это твои деньги. Они не хотят следить за правилами. Они хотят чего-то еще. Ну ладно, это совсем другая тема. Вернемся. Ну потому что я сейчас говорю полиция, и как будто бы я обобщаю, но на самом деле не все такие. Да, я не бывала на твоих сатсангах. До этого я не бывала на твоих сатсангах. Неделю тому назад я была в Червана Малай, около Аруначала. И когда я была в пещере Рамана Махарше, со мной спонтанно начало происходить то, что... Сначала начали уходить грубые мысли. И когда я задавала вопрос, кто думает то или иное, они все исчезали, исчезали, исчезали до момента, пока не наступил покой. Once I was seated in Romana Maharshi cave, and what started happening at first, all the stupid thoughts started melting away. And I was asking this question, whose thoughts are these, who thinks thoughts, and they would disappear. And then all thoughts disappeared, and then peace came. Но когда наступила тишина, казалось, что не осталось мыслей, все еще продолжал существовать тот, кто наблюдает эту тишину. And then, when that silence came, and there were no thoughts, still there was somebody who was aware of that silence, who was observing that silence. And it was not possible at all to put attention to the source, to the source which is aware of the observer. Because still there was an identity with the body. So the idea of being somebody was there. And then, apparently, this somebody is perceiving the silence. But it's not true. Who is recognizing silence? Who, so to speak, is silence itself. A who осознает тишину? Sama тишина. So it was, so I could direct attention from thoughts, you know, to myself, and they disappeared totally. But then still, the observer was left. And it was not possible to direct attention to the source. That is the source. It was not possible because there is no this source. The observer is the source. That which is aware is the source of what awareness is aware of. Let's put it in this way. To, which is aware of, it is the source of what awareness is aware of. Let's put it in this way. But why is it not possible to look at it, to put direction on it? It's impossible. It's like, I will try to look my eyes with my eyes. I will get... It's impossible. That is a trap. If you are familiarized with self-inquiry, Romana's teachings, the question I, the word I in the question who am I is ego. And this I, you look, you see. Who is the seer I? See the seer. See this I. And he will not be able to stay there for a split second. He's going to go. Then the seer remains. But it's not a seer. It's seeing. We can say that which sees any name. It doesn't really matter. Don't get confused with words. So that which sees itself is peace. That which sees itself is the source of whatever that which sees, sees. То, что видит, это и есть покой. То, что видит, и есть тот самый источник всего того, что оно видит. It cannot be seen. И его нельзя увидеть. It's impossible. And it's okay. It's okay. You will never know what is it that you are in essence. Ты никогда не узнаешь, кто ты, по сути. Какая ты, по сути. You are, in essence, the unknown. Потому что ты, по сути, неведомая. In expression, the known. А в выражении, в проявленном, ты все, о чем ведается. Все, что знается. В конце концов, ты и то, и другое. Если ты и то, и другое. Тогда если кто-то, кто может что-то видеть. Being implies this. Пребывание или бытие именно вот это и подразумевает. Being is all. Self is all. Consciousness is all. Truth is all. Я есть все. Все и есть я. Все и есть сознание. Все и есть истина. То есть, когда нет ничего, что ты можешь назвать собой. So. Then when there is nothing which you, what you can call yourself. Yes. Down. You caught my attention. Нужно просто вновь и вновь переживая это. Тогда ты будешь укрепляться в этом. Then you have to experience, переживая что-нибудь. Когда оно останется. Когда ты вновь и вновь просто переживая это, в какой-то момент оно останется и перестанет уходить. So you will experience it one more time, one more time. And at some point it will be there all the time. What? What is going to be there all the time? Не будет никого, кто. А? Не будет никого. There will be nobody. There will be no anybody. There is nobody even now. There will be a recognition that nobody ever existed. There will be a recognition that there was never anybody, any person, any separate individual entity in control of anything. There will be a recognition that there was never any person, any individual entity, any individual entity, any individual entity, anything that could be led to something. There will be no other person, any individual entity. Maybe one more of this? Important. Important. Applying time today. Вопрос на русском. На чём могут основываться семейные отношения при вашем отношении к жизни? Нужны ли они, то есть отношения, и зачем? Перемоди, перемоди! Возвращая внимание вашу отношения к жизни, что может быть основываться семейные отношения? И есть ли есть нужные отношения к семье? И если есть нужные отношения к семье, то что? Видите, все зависит от ситуации. Не возможно дать правильную ответственность к этому вопросу. Все, что я могу сказать, что когда самое главное, что тебя интересует, это постижение вот этой истины, пока для тебя это самое важное, то не важно, ты с кем-то или ты один, ты женат или нет. Мы возвращаемся к вопросу, кто женат или кто один? Одно и то же несуществующее существо. Кто просветлён или кто не просветлён? То же самое несуществующее я. Сейрам. ГЛАТСЯ ХЛИТЕСЯ ХЛИТЕСЯ В принципе, нет вопросов. В принципе, нет вопросов. Да. Ты дрожишь. Тело дрожит. Я была нервована. Да, но волнение еще есть, да? Да. Даже щеки дрожат. И yet, ты счастлив. Да. Потому что ум молчит. Потому что не возникает никаких мыслей по поводу этой дрожи. Что она правильно, неправильно, приемлема, неприемлема. Абсолютно точно. Exactly like that. I've got a desire to sit here. Просто без всякой мотивации. Without any motivation. В этом прекрасном. Тогда оставайся здесь. Посиди здесь без мотивации. And there is you and I seated here without any motivation. И вот мы сидим. Рядом. Без всякой мотивации. Laughing like two fools without any apparent reason. Смемся как зла дурака без всякой на то причины. Смемся как зла дурака без всякой на то причины. Say how happy you feel when there is no motivation. Вот видишь, когда нет мотивации, как хорошо. Какой ты счастливый. Смемся как зла дурака без всякой мотивации. g Смемся как зла дурака без всякой мотивации. Теперь это еще лучше. Теперь это еще лучше. В самом деле, это было хорошо раньше. Не так плохо. Как желаете, как маму угодно. Немного? Немного? Да, да, да. Да. Немного. Он сказал, это шоколад. Что это, почему не? Могу я кое-что сказать? Если кто-то из вас не хочет публично появляться или, допустим, даже сейчас идет онлайн-трансляция и кто-то не хочет, не имеет желания быть, ну, появляться в интернете, то я уважаю такое желание. То есть я имею в виду, кто-то хочет выйти на сцену, есть действительно желание, но не выходит только потому, что не хочет, чтобы потом кто-то его увидел, или муж, или семья, неважно. Вы можете просто сказать, что я не хочу, чтобы... То есть вы можете просто сказать, и вас не будут снимать, камеру не будут вообще на вас направлять, но все равно у вас есть возможность выйти и задать вопросы. и вы можете посмотреть. Маши кости не желают быть в онлайне и в интернете. She said that you, like you felt that she doesn't want to appear. Хорошо. I didn't know. Never mind. Maybe my question will look like a stupid question, but it is torturing me. Давайте посмотрим. Ну вот сейчас я скажу немножко. Для меня вот это все, скажем, просветление как-то не очень сочетается с работой. Я как бы... Когда-то Цезарь говорил, что вы не сможете заниматься тем, где есть эгоистические проявления. А мне кажется, что все, что... Ну, что работа... В работе всегда есть какое-то эгоистическое проявление. И поэтому я не могу найти как-то для себя, где я могу работать. Once, Цезарь, you said that after awakening you will not be able to deal with any эгоистическое expression. And for me, I cannot put together job, working and being in this state because any kind of job is connected with dealing, with facing with some ego. So how to put it together? And because of that I cannot find a proper job for myself. Well, that's not true. Not true what? That эго, that awakening and daily life are opposite. Совершенно не так, что excuse me, эго and that working and awakening are работа and пробуждение это нечто не смешивающее. That's not true. That's not true. So how to combine that? Your ego don't want to deal with any other ego. That's your ego don't want to deal with any other ego. When you realize that ego doesn't exist, with what are you going to deal with? If somebody with ego come to me, I may burst into laughter. Most surely. If it's too aggressive, I may run away. You have to protect my physical integrity. You have to сохранить свою физическую целостность. Then don't get out of your house. And then don't get out of your house. You have to don't talk to your husband or even your children if you have any because there is ego even death. Or even even your children if you have any because there is even death. в детях присутствует эго. Identity with the body is there. But that's not true. I remember when the first glimpse let's call it like that occurred in this case. I had to go back home. I was in India it was time to go back because it was not possible to stay in India. Visa, money, tickets, etc. And I carry on and still carry on living an ordinary wonderful limited human existence. I carry on working earning money which was okay because that money allowed me to go back to India again. to be able to carry on attending satsang. because a moment of awakening is not the end. it's just a beginning it's just a little bit opening your eyes. It's just a little bit of opening your eyes. I can't lose and again again I can't to and without a job you wouldn't be able to get money to go back to India и получается без денег нет возможности вернуться опять там или в Индию или к учителю, куда там надо то есть когда я сейчас говорю Индии я не продаю вам Индию или когда я упоминаю Романа Махарши я не продаю вам Романа Махарши то есть такое имело место в моем случае то есть мне нужно было поехать в Индию и попасть в Ашрам Романа Махарши и то есть это не значит что то самое обязательно должно произойти в Индии где-то в пещере или в Гималаях или в Решикеше оно может произойти даже когда ты сидишь в туалете во время опорожнения это самое я может взять и выпасть совсем в любой момент это может случиться в самых неожиданных обстоятельствах само по себе раз и отпало а иногда оно отпадает за счет самоисследования вот это я неважно там как то есть повседневная жизнь, работа она неотъемлема от пробуждения это вообще нельзя разделить нет ничего такого что существует отдельно от пробуждения ну вот наверное я не понимаю основные две вещи знаете, я обнаружил такую штуку я, если честно, не видел никого, кто работает больше, чем пробужденные у них вообще нет ни минуты покоя в смысле отдыха даже если они видят сны все равно работают то есть не возникает противоречия самое забавное, что обычно люди даже не понимают что означает эго или на что указывает это слово эго это обособленность, отделенность я обособлен, я отдельный и все а я не понимаю, что значит а есть ли какое-то разделение нет есть ли какое-то эго нет то есть как можно тогда убить эго разрушить уничтожить устранить или там выйти за пределы если его вообще нет поищи эго и ты обнаружишь, что его нет и что никогда не было всю дорогу эго, это разделенность это было только представление вот здесь когда ты отождествляешь себя с телом тебе кажется, что ты некое отдельное существо такое вот обособленное вот само по себе в этом мире я не понимаю вот это, что значит всего одно я не понимаю ну ты не поймешь, пока эго не исчезнет ну ты не поймешь, пока эго не исчезнет и не поймешь пока ты не задашься вопросом когда ты не начнешь это исследование ну не всегда, иногда бывают такие все-таки случаи когда эго пропадает само по себе если этот поворот внимания не происходит если внимание не развернется эго никогда не уйдет у меня бывают такие ощущения что я как бы теряю себя такое ощущение, что меня нет вот это оно как растворение как растворение такое что это происходит с нами повседневно каждый день но часто вот это происходит а мы даже не знаем что есть такое забавное словечко вот этому что я еще могу вам сказать тогда мы можем продолжить завтра буду рад ответить на ваши вопросы спасибо 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 Спасибо.